Привет, девчоночки! 4 мая в четверг мы выехали из Вологды. Я, мой муж и наши детки Максимка и Владик. Ехали мы очень далеко, 8 часов из Вологды до Москвы. И из Москвы ещё летели 4 часа на самолёте до Турции. Да, мы едем отдыхать. Ну а вот мы уже прибыли. Турция, 8 утра. Вода в осенне ледяная, но и в море тоже. Но деток это не останавливает, потому что они счастливы и веселятся в бассейне. Потом мы сходили на завтрак. Завтрак хороший, вкусный. Ну, в принципе, Турция, ультра всё включено, всё как обычно. Прилетели также наши родственники, моя сестра со своим мужем и со своими доченьками. И мы уже тусили восьмером. Номер у нас суперклассный. А сейчас мы в номере у моей сестры. У них такой вот вид из окна. Посмотрите, прям на бассейн. И их комната. По размерам она такая же, как у нас. Немножечко другое расположение. Но потом вам постараюсь сделать рум-тур. Потому что, честно говоря, нам очень и очень некогда. Влад бесится, орёт, кричит. Ведёт себя отвратительно первые два дня. Надеюсь, потом будет лучше. Вот. И всё-таки, наверное, потом покажу вам и наш рум-тур. А пока вот смотрите на рум-тур сестры. Ну вот, мы снова в бассейне. Здесь и взрослые бассейны детские. Маленький лягушатник, где тусит Владюшка. Также несколько аквапарков. Детишки счастливы. Ну а я счастлива, когда у меня есть хотя бы пара свободных минут. Потому что, девочки, за эти два дня я очень устала. Мне кажется, никогда в жизни так не уставала. И спасаю только то, что иногда сестра может тоже немножко посидеть с Владиком. Потому что очень, конечно, от него устаём. И отдых с детками не такой лёгкий, как я, конечно же, предполагала. В будущем планирую отдыхать либо без деток, либо, ну, может, Владик подрастёт и будет как-то полегче. Вот. Также Максим у меня посидел с Владюшкой. А мы уже со своим снули с Максиком. Сходили, погуляли около моря. Полчаса, но это божество. У меня полчаса, это просто релакс. Шум моря, красивый вид на горы. Небо прекрасное. В общем, я не жалею, что сюда съездила, но очень устала. Надеюсь, будет полегче. Это тяжело быть с двумя детками и практически одной. В нашем отеле очень классная детская игровая площадка. И детская комната есть. Там пускают деток с четырёх лет. Максимка, Алинка и Милана там отдыхают, рисуют. А Владика мы таскаем всё время с собой. Но когда Максим свободен, то мы играем на детской площадке. Ребята оттуда ну просто не утащить. Владик облюбовал абсолютно все горки. Кормят в отеле очень хорошо. Но есть мне, так честно говоря, некогда. Поэтому успеваю что-то схватить. Быстренько покушать. В основном кормлю Владюшку, который здесь питается. Слава богу, хорошо кушает. Всё ему очень нравится. Ну а я даже не успеваю сфоткать этот инстаграм. Времени. Времени-то много. Но, ну короче, Владик у меня тут два дня адаптировался, акклиматизировался. Ну и как я вам говорила, надеюсь, на третий день будет полегче. Ну в бассейн это самая тема. Детская площадка самая тема. Когда мы кушаем, немножечко посложнее. Потому что Владюшка психует, кричит, кушает. Иногда хочет, иногда не хочет. В общем, как нам повезёт. В ресторане много вкусностей, сладостей. Очень много места. Но в то же время очень много людей. Смотрите, девчоночки, как у нас вид шикарный из окна горы. Ну а вот уже мы на следующий день поехали на шопинг. Наконец-то покупать сим-карту. Стоило на наши деньги 3000 рублей. И мы её купили. И обратно мчали на такси. Познакомились ещё с пареньком в автобусе. Поэтому обратно у нас поездка вышла супер дёшево. Ну где-то... Не помню, сколько где-то, девочки. Ну а вот мы с Максимкой гуляем. Отдыхаем, пока Владик сидит с Максом. У нас пара минуточек было свободных. Посмотрели на море. Потусовались. Прекрасные эти минутки. Просто красота. Хочется даже не болтать, а просто наслаждаться видами. Очень-очень красиво. Это Кемер. Это Бельпинар, наш отель. Ну а это наш Владик. Кушает, милота. Мы сидели с сестрой. Максим себе певище набрал. Сестра набрала себе много-много сладостей, вкусняшек. Вот. Ну а я успела то, что успела схватить, но и тоже сладость. Ой, девочки, на фотографии и на видео, конечно, не все, потому что я ела гораздо больше в этот день. У меня был просто праздник живота. Владик в какой-то веке сидел нормально, и я, короче, наелась вдоволь. Ну а потом мы практически до ночи тусовались с Владюшкой уже на площадке. Он очень-очень был довольный, поэтому было суперклассно. И потом я его уложила спать. И сейчас полушепотом озвучиваю вам видео. И тоже уже, наверное, буду спать. Будет завтра день. Надеюсь, будет хороший. Надеюсь, Владюшка уже попривыкнет. И на третий день я вам постараюсь много снимать, много показать всего интересного. Ну и, может быть, куда-нибудь на экскурсию съездим. Все, всех целую. Спокойной ночи.